всем привет с вами уже третий выпуск collectors edition и как вы видите первым у нас сегодня идет max pain 3 очень многие просили его показать он до нас доехал довольно давно но мы проходили игру делали gone gold и вот наконец-то я вам могу показать что находится в этой гигантской коробке самое прикольное что из всей коллекционки мне нравится не больше всего нам очень сильно нравится сама коробка то есть она очень красивая с очень клевыми артами здесь много бородатого макс пейна и ее просто можно саму по себе ставить на полочку а внутрь положить не знаю как старый чайник будет симпатично вот давайте смотреть что там внутрь ах ну самое главное что я должен первых когда тебе положу что меня все и не закрывала там есть вот такой брелок в общем-то ради которого я можно сказать купил коллекционку здесь внутри есть ворнинг и на которой написано что это не игрушка что ее не надо давать детям и что самое главное ее могут отобрать вас в аэропорту поэтому не пытайтесь вот так вот с этим брелком спокойно идти в самолет я честно не знаю это какой-то гигантский калибр пули это вот причем она именная max pain 3 этого не знаю почему и должны конфисковать в аэропорту но на всякий случай предупреждаю что кстати она раскручивается а да можно в тренер наркотики проводить что в общем то не пытайтесь провозить ее во всяких аэропортах поездах и ехать с ней за границу вот дальше у нас есть вот такая вот маленькая коробочка которая есть игра и конечно же куда без этого специальные download и один из них это офисал саундтрек второй это спешил дишин пэк которым в общем-то находятся всякие костюмы и всякая прочая ерунда для мультиплеера официальный саундтрек это очень круто потому что саундтрек игры очень классно мне очень понравился его писала специально для игры группа hells они никогда до этого не слышал играют но из рот и саундтрек шикарный вот но давайте смотреть что там еще это больше коробки до самого главного я даю потом там есть вот такой вот белый пакет а внутри у него это часть нуара из игры которого не доложили как многие говорят вот его доложили в коллекционку это вот такие нуарные фотографии на которых вот всевозможные бутылки виски с пейн киллерами шприцы с морфином такой по правде уголок наркомана но они черно-белые и нуарные вот есть пистолет с пейн киллерами и кровью и конечно же 9 миллиметровые пули ну и конечно самое 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 главное что лежит внутри что все ждут что я его в конце концов достану это фигурка макс пейна занимающая в общем-то всю коробку я эту даже наверно уберу очень уж она большая он находится он специальном контейнере чтобы и дай бог он не повредился вот такое нас внутри макс пейн запечатанный и что самое удивительное что вначале те кажется ухты какая огромная фигурка нам то ее смотришь если так со спины и пытаться смотреть ну шикарно макс пейн в костюме с пистолетами большой а потом ты смотришь на нее на лицо и в общем-то немного ужасаешься потому что это какой-то самозванец я у меня есть одна идея почему макс пейн такой странный то что изначально его должен был озвучивать другой актер и тогда еще макефри даже не собирался его озвучивать с него не собирали сделать я так понимаю не motion capture не делать его лицо в игре и наверное вот так должен был выглядеть макс пейн до того как он стал макефри честно говоря немного конфузит потому что у нас есть в макс пейн 3 макс пейн самозванец который не из макс пейн 1 и 2 грубо говоря а в коллекционке у нас есть еще один макс пейн самозванец который не похож опять на макс пейн из игры но при этом сделан хорошо фигурка большая покрашена добротно сделано тоже добротно и если вас не смущает что у него будет вот такое вот лицо ну он просто наверное очень много пил поэтому и вот так немножко вот разнесло но вот такая внутри довольно большая довольно клевая фигурка стоит вся эта коллекционка аж 5000 рублей поэтому вот честно стоит ли отдавать за все это 5000 рублей я не знаю ну я как фанат купил ее сразу же но остальным я думаю стоит несколько раз задуматься особенно после увидеть вот это лицо но внутри есть недоложенный нуар и самое главное есть пуля которую нельзя провозить в транспорте вот так что я думаю можно переходить уже к следующим коллекционкам а макс пейн 3 вот такой на любителя как и сам макс пейн 3 игра и вторая коллекционка в нашей сегодняшней программе традиционно не новая и к тому же это коллекционка которую нас просили показать это дюк нюкем balls of steel edition дюк нюкем форева естественно потому что во времена первого дюка нюкема коллекционок не выпускали коробка нам повествует о том что внутри огромное количество вещей и комиксы и артбуки видимо для того большинства которому игра не понравилась наверно это единственный вариант покупать именно такое здание потому что здесь так много вещей проводить за которыми время намного интереснее чем играть саму игру так давайте посмотрим что же там первое самое интересное это вот такой вот бюст дюка сделанный под камень конечно наверное дюку было бы хорошо быть сделанным под золото но камень принципе тоже неплохо бюстик не такой большой как мы ожидали когда я смотрел первые картинки коллекционки мне казалось что вот он будет здоровенным вот примерно как макс пейн на самом деле вот такой вот маленький бюстик много места занимать не будет выполнен очень аккуратно и здорово я думаю что всем фанатам дюка в том числе старого дюка вам понравится то что никакой каноничности здесь не нарушается так дальше что у нас тут вместе с зонкой оба же как все плотно запихано и так у нас есть две такие вот фишки покерные есть два кубика наверняка читерские шестерка всегда выпадает есть такая вот маленькая колода карт и раскрывать не буду потому что все им известно как выглядит карты далее ну естественно сама игра в обычном совершенно здание никаких эксклюзивных бонусов тут нету дальше целые просто есть ларет с сокровищами вот такая вот прекрасная вернее ну как для кого-то наверно прекрасная выкройка как создать своего собственного бумажного дюка такой вот paper крафт в общем забавно хотя наверное мне кажется что проще такой в интернете найти дальше дальше у нас есть артбук сто страничный артбук в твердом переплете а в артбуке находится вот такой вот сертификат подлинности коллекционки что вот такой вот молодец и купили у меня вот номер двадцать семь тысяч сто тринадцатый до исключительным я себя не очень чувствую так дальше у нас значит тут артбук новые арты и новые арты и старые арты и новые арты все это с комментариями разработчиков старых новых тут и джордж бруссард есть и рэнди питчхорд и все такое в принципе забавно но наверное не та вещь которую ради которой это стоит коллекционку покупать то что не какой-то особенной красотой картинки здесь не блещут дальше что у нас лишь у нас есть вот такой вот небольшой комикс дюк нюкем форева как и все сюжеты связанные с дюком нюкемом он абсолютно безумный тут от акулы из моря выходят начинают убивать людишек выходит дюк начинает с ними рестлингом заниматься в общем бессмысленно беспощадно с девочками дюком руганью и всем таким заканчивается быстро так же как сама игра и наконец последнее это у нас набор открыток с дюком нюкемом и совсем уже последнее вот такой вот стикер дюк нюкем форева можно куда-нибудь лепить потому что вы знаете что стикеры лепить очень весело в общем сейчас все это добро стоит уже совсем небольших денег можно купить всего лишь за 2000 рублей во много раз меньше чем надо было отдавать когда вот это вот болсов стил эдишн тока появился ну и что можно сказать за эту цену можно в принципе купить тем кто фанатеет реально дюка который вот именно первоначальный дюк и дюк 3д и по-моему очень здоровская коллекционка вышла несмотря на то что очень много таких вот странных вещей типа вот такого вот куб крафта зато есть классный бюстик есть неплохой комиксы и забавные открытки в общем я когда покупал его конечно прошлым летом на лонче заплатил намного больше но абсолютно не пожалел об этом ну и под конец наша традиционная в общем-то та вещь которую ну практически невозможно купить но ее раздают журналистам в этот раз нас порадовала компания wargaming.net в общем-то наши белорусские друзья которые порадовали нас тем что ну во первых мы посмотрели на world of warplanes их на кри и они нам подарили вот такие клевые футболки например но футболки дарит всем это понятное дело многие пользователи получают футболки это неважно самое главное мне очень понравилась креативность ребят то есть они подошли к тому что дарить журналистам с большой долей креатива не как все там вот вам флешка на ней пресс материалы или там еще какая-то ерунда а сейчас я вам покажу что они дают в пакетике журналистам во первых там вот такой наборчик наборчик состоит из военной фляжки настоящий вот этой круглой на которой написано world of warplanes и вот такой вот штуковинки которая если многие когда первый раз видит думаю что это часы это не часы это намного лучше это походный стальной раскладывающийся стаканчик и чтобы у вас было что наливать вафляжку и пить вот из этого стаканчика они прикладывали вот такую вот интересную бутылочку но издалека кажется какая-то бутылка с каким-то спиртным интересно по правде весь креатив фактически находится вот на этой самой бутылочки потому что это авиатоплива тройной дистилляции штопор завода в кислого и здесь совершенно описание этого напитка великолепного что это авиатоплива тройной дистилляции штопор высокооктановый напиток янтарно-золотистого цвета отличается ярким вкусом с оттенками тяжелых фракций отработанных масел и обладает богатым послевкусием копоти выхлопных газов употреблять только в очках авиатора и что есть опасность сваливания после того как вы вот это вот дело примете ну очки авиатора конечно же они тоже приложили вот у нас есть очки авиатора так что мне полный комплект для того чтобы первый раз в жизни попробовать авиатоплива но я думаю в кадре этого делать не буду но очень хочется порадоваться за ребят за то что у них все в порядке с чувством юмора все в порядке у них с креативом и кроме того что делал хорошие игры они делают очень делал и вот такие вот штуковины так что на сегодня все всем до свидания нас все таки прощили прощаться а я это все время забываю сделать и до новых встреч у нас и и и и и Продолжение следует...